Всем привет! Меня зовут Авами Ильиса, и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я расскажу вам про вещи, которые никогда не выходят из моды. Мода штука весьма цикличная, но несмотря на это, есть некоторые вещи, которые будут актуальны просто всегда. И сегодня, как человек, который замечает изменения своего гардероба, и то, что в нем, собственно, не меняется, я поделюсь своими знаниями с вами. Очень много существует статей на эту тему, но все эти статьи как будто написаны под копирку, и все они одна просто копия другой. Я же хочу рассказать вам о моем списке, исходя из моих соображений, исходя из моего взгляда на вещи, и исходя из того, что же не меняется в моем гардеробе еще со школьных лет. То есть, да, конечно, размеры какие-то меняются, но вещи остаются непременно теми же самыми. Обязательно напишите в комментарии, сколько вещей из этого списка, которые я вам покажу, имеется у вас. И также, знаете, что было бы еще интересно, если бы вы кинули это видео своим подругам и спросили у них, а сколько у них есть базовых вещей из этого списка? У кого окажется больше? Мне кажется, было бы очень здорово, поэтому делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Я решила начать с самой простой и самой максимально базовой вещи, это белая футболка. Я думаю, вы и сами понимаете, что просто значимость этой белой футболки, особенно если она именно самая-самая простая, без принтов, без всего, трудно как-то преуменьшить. Вещь супер важная, потому что с этой вещью вы можете носить буквально все, что угодно. Хотите надеть юбку, хотите надеть джинсы, хотите надеть брюки, все это можно скомбинировать с обычной белой футболкой. Более того, вы можете подбирать под нее совершенно любую одежду. К такой белой обычной футболке подойдет буквально все, поэтому в моем списке она стоит в первых рядах. Сколько в моей жизни белая футболка уже было и сколько еще будет, я не знаю. Но поверьте, именно эта вещь супер-мега важная в гардеробе для каждой девушки. Дальше давайте покажу вам что-то не очень обычное, на мой взгляд, но при этом не менее важное. Это джинсовая оверсайз куртка. Мне кажется, эта вещь очень-очень-очень сильно важна в гардеробе, и она никогда не выйдет из моды. Почему она никогда не выйдет из моды? Потому что эту вещь можно легко комбинировать с любой одеждой. Вы можете носить это с платьем, вы можете носить это с джинсами, вы можете носить это с шортами, вы можете это носить вообще буквально с чем угодно. И такая джинсовая куртка всегда вашему образу даст, знаете, вот некоторую законченность. Она даст вашему образу такой вот прям стиль, такую фишку. Поэтому джинсовая куртка это супер важный момент. Конкретно у меня их несколько, но вот как вы видите на этой, у нее огромное количество прорезей и дыр, потому что она в таком бомженька стиле. Бомженька это я, для тех, кто еще не знает. Вот, мне кажется, она у меня сама по себе очень классная. К сожалению, в России вот этот бренд не представлен, я покупала в Германии, но если вы вдруг его где-то увидите, то обратите внимание, потому что одежда дешевая, но очень качественная, как и эта курточка. Давайте теперь перейдем к аксессуарам. Следующий аксессуар это сумочка. Тут должна быть шутка про то, что сумочка от Гуччи никогда не выйдет из моды, но речь сегодня не про бренд. Эта сумочка, чем она хороша? Эта сумочка на цепочке, эта сумочка так называемой кроссбарри. И такая сумка будет актуальна в любое время, в любое место и в любое время года, как вы уже понимаете. Поэтому сумка на цепочке никогда не выйдет из моды. Любая сумка, дорогая или дешевая, это всегда один из самых главных ключевых моментов в вашем образе. Вы можете собрать себе очень классный лук, но если в ней будет какого-то симпатичного аксессуара, этот лук будет восприниматься не совсем законченным. Вам не обязательно искать и копить себе на сумку там Гуччи, Шаней или же что-нибудь еще. Просто я вам показываю это как пример только потому, что у нее самая, ну как бы, цепочистая цепочка из всех моих кроссбарди сумочек. И мне кажется, что именно сумка на цепочке обладает самыми лучшими характеристиками в качестве тех сумок, которые никогда не выйдут из моды. Это вот как, знаете, появилась еще во времена Шанель сумочка на цепочке классическая 255. Так вот и по сей день сумка на цепочке не устаревает. Просто меняется фасон, но сумка нет. Следующий элемент гардероба, который просто 100% никогда в жизни из моды не выйдет, это белая рубашка на пуговицах. Но смотрите, здесь есть нюанс. Таких рубашек огромное-огромное количество, но некоторые из них теряют свою актуальность уже буквально через год или два после хайпа на эту модель. На что нужно обратить внимание? Во-первых, она должна быть на пуговичках. Это реально нестареющая классика. Та самая классическая классика. Потом следующий момент. На такой базовой рубашке не должно быть всевозможных рюкшек, всевозможных бантиков, всевозможных украшателей. То есть это должна быть просто белая рубашка с обычными пуговицами в тон к этому оттенку. Знаете, я хочу сейчас немножко отвлечься. Дело в том, что я провожу розоверыш на огромную коробку косметических средств. В этой коробочке будет 30 ништяков. Представляете, 30 вообще косметических средств. Что нужно для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше? Во-первых, нужно выполнить первое условие. Первое условие вы увидите, если посмотрите мое предыдущее видео, которое называется «Одежда, которая нас полнит». Если вы уже выполнили первое условие или сейчас выполните и хотите приступить ко второму, то ваша задача следующая. Выкладывайте в свой инстаграм любую фотографию. Это может быть ваше селфи, это может быть фото вашего животного. И под эту фотографию вы пишете, какое у вас любимое видео на моем канале. Нужно написать именно про одно видео. И почему именно это видео в какой-то момент жизни вам помогло. Возможно, вам помогло мое видео про уход за подростковой кожей. А возможно, вам помогло мое видео про уверенность в себе. В общем, вы должны написать в своем инстаграме информацию о том, какое видео для вас было максимально полезным и максимально интересным. И, естественно, отметить меня. Результат этого розыгрыша я объявлю в моем инстаграме в следующую субботу. И следующая вещь из моего списка это парка. Это парка черного цвета, но черный не обязательно. Может быть она болотная, может быть коричневая, может быть песочная, это не суть важно. Смысл в парке. Почему я говорю сейчас о парке? Возможно, кто-то скажет, что парка, ну, это довольно специфичная вещь. Она уже как-то не совсем актуальна. Да и, наверное, парка, парка непонятная такая вещь. А я вам скажу на это следующее. Дело в том, что парка это интернациональная вещь. Очень звучит странно, но сейчас вы, надеюсь, поймете мою логику. Есть норковая шуба. И норковая шуба это, в принципе, то, что характерно для нашей страны. У нас огромное количество девушек, женщин и бабушек ходят зимой в норковых шубах. Я не буду сейчас углубляться в то, хорошо это или плохо, но суть в том, что норковая шуба это некий обязательный атрибут нашего отечественного стиля. Если у вас ее нет, это не значит, что ее нет у всех остальных. Убодавляющего большинство людей норковая шуба стоит чуть ли не во главе стола зимней одежды. Но, если вы выезжаете в какую-то европейскую, например, страну, скажем про европейскую, потому что там климатические зоны тоже имеют такое понятие, как холод, вы увидите огромное количество людей в парках, но вы не увидите людей в шубах. И парка это такая вещь, которая в любой совершенно стране, Америка, Япония, Германия, Италия, везде будет одинаково актуальна. И, само собой, она одинаково актуальна в России. Но, если вы поедете в норковой шубе, например, в ту же самую Германию, ну, люди, конечно, вряд ли вам что-то будут говорить, но вы там будете смотреться, как немножко белая ворона. Понимаете? Поэтому парка это такая вещь, которая из моды не выйдет, потому что это вещь, которая получила просто международное признание себя, как какая-то актуальная базовая вещь, которая везде, ну, так сказать, придется к месту. Следующий элемент это белые кеды. Возможно, сейчас кто-то скажет, но кеды же выйдут из моды через год-два. Я же считаю, что это не так. Дело в том, что мода действительно меняется. И, допустим, еще, наверное, лет 10 назад были в моде очень высокие каблуки, они же называются копытца. Но сейчас в моде спортивная обувь. И эту обувь, я более чем уверена, никогда не выйдет из моды. Знаете почему? Да потому что люди же привыкли к комфорту. Ну, вот что сейчас должно такого произойти, чтобы все девушки поголовно, которые ходят в удобные обуви, взгромоздились на огромные каблученцы, ломали себе ноги и ходили с максимальным неудобством. Ведь далеко не всем удобно ходить на каблуках. Так, мода, возможно. Очень-очень маловероятно исполнимая. Поэтому, если вы еще не купили себе белые кеды, но вы раздумываете, но не покупаете, потому что боитесь, что они выйдут из моды, покупайте. Я вам точно говорю, не выйдет. Вы знаете, у меня есть подруга, очень моя близкая подруга, мы познакомились с ней еще очень-очень давно, вы еще в интернетах, когда были детьми. Моя подруга зовут Маша. Вы спросите, а кто такая Маша? А я вам отвечу. Маша сама из Воронежа, но она настолько хороша, что ее уважают даже самые главные психологи из столицы. Плюс она частый и очень важный гость на серьезных целевых форумах. И это заслуга также ее продуманного имиджа. Кстати, она всегда высоко ценила подачу и советовала какие-то важные вещи, в том числе по вопросу стиля. Ну, так, что многие из наших знакомых говорят, что Маша построила их. Вы, наверное, не очень понимаете, к чему все это было, но это было исключительно к тому, что одежда полностью влияет на восприятие нас другими людьми. И если ты хочешь произвести какое-то правильное впечатление, ты должен быть правильно одет. Сегодня одежда, которую я вам показываю, она реально супер базовая, и она никогда не произведет отталкивающего впечатления. Поэтому эта одежда из моды не выйдет. Гипер важная вещь, это обычные черные джинсы. Они могут быть скини, могут быть свободными, но смысл остается в том, что черные джинсы, как мне кажется, просто должны присутствовать в гардеробе каждой девушки. В моем арсенале черных джинс просто безумное количество. Даже, я бы сказала, не совсем здоровое количество, но это когда-то немного шиз, неважно. В общем, почему черные джинсы? Почему я считаю, что эта вещь никогда не выйдет из моды? Да потому что с черными обычными базовыми джинсами, опять-таки, как с белой футболкой, можно носить все, что угодно. И более того, черные джинсы гораздо проще подобрать себе по фигуре, чем синие. Вы можете быть любого телосложения, но любому реальному телосложению можно найти спокойно черные джинсы. Они не будут вас полнить, и они не будут делать вас сильно худой. То есть это самый нейтральный вариант. И он, естественно, подойдет как и для школы, у кого можно носить джинсы, так и для университета, так и для работы. В общем, это максимально такая вещь, которую можно использовать просто везде. Вы даже можете использовать их в качестве какого-нибудь вечернего гардероба, если, например, к черным базовым джинсам добавить какой-нибудь, не знаю, красивый топ, например, да? Пожалуйста, у вас уже будет готов даже вечерний образ. Я уж молчу про то, что дневной, повседневный это вообще не проблема составить. Следующая вещь, которую я вам хочу показать, это обычный самый рюкзак. Конкретно у меня рюкзак из кожзама, из зары, то есть самый обычный базовый черный рюкзачок. Возможно, сейчас очень многие люди, которые насмотрелись видеоформата антитрендов, со мной не согласятся и скажут, фу, да рюкзак это уже прошлый год, кто вообще сейчас будет ходить с рюкзаками? Но я вас спешу разочаровать или, наоборот, обрадовать. Рюкзак это такая деталь гардероба, которая понравилась людям. В том плане, она понравилась им не потому, что он нравится визуально, как выглядит, а потому, что им она понравилась по уровню комфорта. И заставить огромное количество девушек, которые в какой-то момент перешли из сумок на рюкзаки и сейчас убрать все рюкзаки из своего арсенала, ну, на мой взгляд, эта задача крайне маловероятно выполнимая. Почему? Да потому, что людям удобно ходить с рюкзаками. Да, если сейчас придумают какую-то сильную альтернативу рюкзаку по степени своего удобства, возможно, это произойдет. Но я не знаю, что может быть удобнее, чем рюкзак. Следующая самая нестаряющая вещь из всех нестаряющих вещей это черная кожанка. Она может быть немного оверсайз, она может быть вам четкой по фигуре, но смысл в том, что вот такая вот рогерская кожанка со всеми классическими деталями элементов этого стиля, она не выходит из моды. Сколько я себя помню, вот реально, наверное, где-то первая такая кожанка у меня появилась в классе во втором, а может быть даже раньше, наверное, даже раньше, просто она была не черная, а потом розовая. Вот по сей день у меня есть кожанка. Сколько у меня их уже было? Было много. Да, конечно, менялись размеры, а что-то просто изнашивалось, поэтому приходилось менять, но эта вещь никогда из моего гардероба не выходила. Каждую весну я этим пользуюсь, каждую осень я это надеваю, и мне это безумно нравится. И это вещь, которая реально спасает в любой ситуации. Это вещь, которая всегда выглядит очень красиво, всегда выглядит очень и очень стильно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, а если это так, то ставьте ваши лайки, лосьцы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, обязательно добавляйтесь в мои другие социальные сети, это и ВКонтакт, и Телеграм, и Инстаграм. Я буду вас всех там очень-очень сильно ждать. Также не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Ну, действительно, это же очень интересно, у кого больше вещей из этого списка, у вас или у вашей подруги. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч!